Пристальное внимание священного Корана к нравственным ценностям. Хубала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Инна хадал Кур'ана яхдилиллятихия акуваму ва юбаширу المؤменин ладзина ямалюна салихати анна лагум аджаран кабира». Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают правильные деяния, благою веста о том, что ему готова великая награда. Сура перенес ночью аят 9. «Я свидетельствую, что Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого венится товарища, и свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, так благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем признаки величия благородного Корана не счастливы, ибо Священный Коран – это крепкая верфь Аллаха, мудрое напоминание, ясный свет и прямой путь. Священный Коран не подлежит искажению, и к нему не подберется ложь ни спереди, ни сзади. Им никогда не насытятся ученые, в нем нет спора, а его чудеса безграничны. Кто на него селается, тот правду говорит, кто согласно нему поступает, тот награду получит, кто на основании его судит, тот справедлив, кто на него призывает, кто к нему призывает, того Аллах на прямой путь наставит. Всевышний Аллах говорит, Мы не спасли тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. Сурабчуоли, аят 89. Мы ничего не упустили в Писании. Сурабчуоли, аят 38. К признакам величия благородного Корана является его пристанное внимание к нравственному воспитанию людей и народов на основании набора ценностей, принципов и правил, которые регулируют поведение личности и создают сплоченное общество, чьи члены характеризуются беспороченными душами и чистыми сердцами. А также относятся друг к другу на основании правдивости, честности, сочувствия и справедливости. И верят в принципи разнообразного человеческого разнообразия, мирного сосуществования, уважения к другим и восстановления мира с помощью религии. Аллах, слава Ему и Величие, говорит, «Я июха аннасу, инна халаконакум миндзакарин ва умфа, ва جааннаакум шууба ва кабаиле лита арафу, инна акрамакум инда Аллахи аткаакум, инна Аллаха алиму хабир». «О люди, воистину, мы создали вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И сами почитаемы перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненны, воистину, Аллах знающий, ведающий». Суракомнаты, аят 13. «Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих, однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над которыми смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого». Суракуд, аят 118-119. «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней». Суракуд, аят 61. Тем самым, кто пристанно рассматривает аят священного Корана, тот уверенно осознает, что нравственные ценности, к которым призывает благородный Коран, не считаются какой-то роскошью, без которой возможно обходиться или можно их применить в одной среде и нельзя в другой. Скорее, это набор постоянных ценностей, которые не меняются со временем и не носят разный характер в различных местах. Когда спросили мать правоверных Аишу, каким был нрав посланника Аллаха, мир ему и благословение, она сказала, его нравом был Коран. «Среди наиболее важных ценностей уважение к человеческой личности, защита от достойностей человека и отказ от унизительного обращения к нему. Всемогущий Аллах в своей благородной книге повелел верующим отказаться от всего, что наносит вред чувствам людей, такого как издевательства, насмешки и худшие предположения других. Всемогущий Аллах говорит, «Я, أيها الذين آمنوا, لا يصحر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم, ولا تنمزوا أنفسكم, ولا تنابزوا بالألقاب. Бئس لسم الفسوق بعد الإيمان, ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون». «А те, которые уверовали, пусть одни люди не насмехиваются над другими, ведь может быть, что ты лучше них, и пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что ты лучше них, не обижать самих себя и не называть друг друга оскорбительными прозвищами, скверно называются нечестивцем после того, как уверовал. «А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками». Сура комнаты, аят 11. «Я, أيها الذين آمنوا, جتنبوا كثيرا من الظن, إنا بعض الظن إذ, ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. А يحبوا أحدكم, أن يأكلوا لحم أخيه ميتاما فكرهتموه. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ «А те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Будьте с Аллахом. Воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосерден». 40. Аят 19. К этим ценностям относятся также общение с другими и уважение к ним. Многие аяты Священного Корана указывают исламской уме, а скорее всему человечеству, на важность общения в жизни людей. Общение – это подход, который Священный Аллах поручил пророкам и посланникам применить для донесения Его послания всем людям. Это потому, что Ислам верит в свободу вероисповедания. В Священном Коране говорится, «Нед принуждение в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения». 40. Аят 256. А также посланник Аллаха, Нух, мир ему, многократно во время своей проповеднической жизни обращался к своему народу, говоря, «О мой народ, а что если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне милость от Себя, которая недоступна вашим взорам, неужели вы полагаете, что мы стали бы принуждать вас к этому, при том, что вам это ненавистно?» 40. Аят 28. А также пророк Ибрахим, мир ему, привел убедительные доводы против правителя-тирана посредством рационального общения, который изложил нам Священный Коран в следующем аяте. «Аلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك? إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين». «Не знаешь ли ты о том, кто спорил с إبراهيمом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим сказал ему, «Мой Господь тот, кто дарует жизнь и умерщевляет». Он сказал, «Я дару жизнь и умерщевляю». Ибрахим сказал, «Аллах заставляет солнце восходить на востоке, застав же ее взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. «Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей». 42-го аят 258. По тому же методу пророк Муса, мир ему, вел себя во время общения с фараоном. Священный Коран сохраняет достойность человека ради его человечности, а не ради чего-либо другого. А также признает единицу его происхождения, даже если есть разнообразные расы. Всемогущий Аллах говорит, «Валакади каррамна бани Адама вахамалнахум филбарри вал бахр варазакунахум миннат-тойебати вафаддалнахум аля кафирим мимман халакуна тавдиля». Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими творями. Сора перенес ночью аят 70. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение в печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду и его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. У моих братьев исламы, к нравственным ценностям, к которым призывает благородный Коран, относятся также сдержанность и самообладание при гневе. Известно, что в этой жизни постоянно попадаются ситуации, которые могут вызвать и спроектировать гнев человека. В то же время человеческая душа реагирует и отзывается на то, что человек слышит и видит. Вот почему Священный Коран требует сдержанность и самообладание, и прощение людей. Величист виние, макушист виние, Аллах говорит, «Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро». Сура Семейства Имрана, аяты 133-134. К этим ценностям относятся также примирение людей. В Священном Коране содержится множество аятов, в которых говорится о необходимости примирять людей и обуготованной примирителям великой награды. Аллах всемугушен велик изрек, «Ла хайра фи кэфирим миннаджаваهم илля ман амара бисадакатин ау мааруфин ау ислахин байна ннас, ва маня фааль дзадика битага амар датиллахи, фасау фанутихи аджаран азима». Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. Сура Женщины, аят 114. Причем, сыма гушья Аллах, сильно предупредил тях, кто распространяет мечести на земле, сказав, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok